Александр Васильевич Петропавловский В 1929 году был рукоположен во священника. В 1930 году он приехал со всей своей семьей в село Брейтово, так как был определен к тамошней церкви. Но почти тут же сотрудники ОГПУ стали прийти снять батюшку. Сначала конфисковали у него все имущество, оставив в доме одну табуретку да небольшую наследственную библиотеку. Спать приходилось на полу, и вскоре дети отца Александра заболели пневмонией. Врачи отказались лечить детей священника, и два ребенка трех из шести лет умерли на Пасху. В середине 30-х годов отца Александра перевели в церковь Михаила Архангела в село Прозорово, но и там семья священника жила в большой нужде и вынуждена была постоянно терпеть притеснение от власти. Но несмотря на тяготы такой нелегкой жизни, Александр Васильевич не поддался влиянию родственников, уговаривавших его снять сан ради спасения семьи. Он говорил им, не будет у нас духовенства, некому будет бороться за справедливость и чистоту душ человеческих, некому будет учить народ добру и справедливости, и люди погрязнут в грехах, невежестве, потеряют совсем трудолюбие, не станут любить и уважать ближнего, и общественность будет сотрясаться от зла, страха, непримиримости. Это и заставляет меня до конца нести свой крест, не думая о последствиях. Причувствуя свою мученическую кончину, отец Александр подолгу молился по ночам, стоя на коленях перед иконами. В 37-м году это случилось. Арестованного по обвинению в антисоветской агитации священника Петропавловского три недели допрашивали, но даже после жестоких пыток и побоев он отверг обвинения и никого не оговорил. Отец Александр был расстрелян 16 ноября 1937 года, в 59-м году реабилитирован. 17 ноября. День памяти священномученика Александра Петропавловского, пресс-фитера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова